Мощная база Украине нравится российский Крым. В Генштабе Украине рассказали о кошмарной базе в Крыму. Крым – плацдарм для российского господства в Средиземноморье, заявил начштабов Суруслан Хамчак. По его словам, военные базы РФ на полуострове должны кошмарить всю Европу. В Киеве регулярно говорят об агрессии России, однако никаких доказательств этому не приводят. Крым представляет собой мощный плацдарм, с помощью которого Россия намерена господствовать в Средиземном море. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины, ПСУ, Руслан Хамчак. Он, Крым, рассматривается как российская база, мощная, которая должна кошмарить всю Европу и Северную Африку, убежден украинский военачальник. Хамчак подчеркнул, что имеет в виду именно Средиземное море, а не Черное или Азовское. Представители властей Украины регулярно обвиняют Россию в агрессии и империалистических намерениях, однако доказательств этим заявлением не приводят. В середине октября заместитель начальника Украинского генштаба Олейси Таран сообщил, что все отрабатывают отражение широкомасштабного российского вторжения. По его мнению, Москва готовит военный удар на крымском и белорусском направлениях. В начале сентября спикер главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Москву в том, что она якобы отрабатывает сценарий ведения боевых действий на Украине, чтобы к 2020 году завершить меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на украинском направлении. В апреле о российской агрессии говорил бывший тогда секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его словам, Россия якобы готовится к полномасштабной войне в Европе, и Украина в этом конфликте и станет первым плацдармом. Турчинов тогда назвал сильную украинскую армию важнейшим фактором защиты мира и безопасности на континенте. Москва неоднократно подчеркивала, что внешняя политика РФ не носит агрессивного характера. Однако при этом наша страна готова к отражению любой внешней угрозы, заявляли в Кремле и парламенте. В марте председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что группировка российских войск в Крыму постоянно укрепляется. Дислоцированные на полуострове войска не оставят врагу ни единого шанса в случае атаки. В Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, БУК и М-2, ракетно-пушечные установки Панцирь С-1, также противокорабельный береговой ракетный комплекс Бастион, гроза авианосцев. Также в начале весны министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировка вооруженных сил в Крыму была усилена. Именно это обстоятельство обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море, подчеркнул глава военного ведомства на расширенном заседании Комитета Государственной Думы России по обороне. В конце ноября 2017 года начальник генерального штаба РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в Крыму создана самодостаточная группировка российских войск. В ее состав вошли военно-морская база в Севастополе, целый армейский корпус, дивизия ПВО и авиационная дивизия. Пополнение получил Черноморский флот России, в его состав вошли шесть подводных лодок, три дивизиона береговых ракетных комплексов. К тому же к ЧФРФ теперь приписаны фрегаты Адмирал Эсин и Адмирал Григорович, вооруженные крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». В России некоторое время назад собирались потребовать от Украины компенсацию за более чем 20-летнюю оккупацию Крыма. В апреле депутат Госдумы от Крыма Андрей Казенко заявил, что Украина нанесла полуострову ущерб в размере более 1,5 ТРЛН рублей. Он отметил, что финансовый ущерб посчитан, осталось только посчитать моральный, нанесенный жителям полуострова за годы украинской оккупации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь заявил о создании специальной рабочей группы по оценке ущерба, которую Украина нанесла экономике Крымского полуострова. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ответ заявил, что Киев вправе потребовать у Москвы денег за столетия оккупации. Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов Федерации весной 2014 года по итогам проведенного референдума. Киев результаты плебисцита не признал и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва настаивает, что референдум был проведен в полном соответствии международному праву. Президент России Владимир Путин подчеркивал ранее, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда. Иван Апулиев Право на данный материал принадлежат газета. Материал размещен правообладателям в открытом доступе. Продолжение следует...